Всем привет! Сегодня 15 декабря. У нас пока снега, можно сказать, нет, но морозы стоят ночью до 12-15, а днём до 5-6 градусов. И я решила, пока нет снега, отправиться посмотреть ещё вешенки, полюбоваться. Если смогу, то что-то, может быть, насобираю поближе к Новому году. Но, так как на улице морозы, очень трудно её отломить, эту вешенку. Но не получится, так не получится. Главное, походить для души, посмотреть, поискать. Вот здесь такая лесополоса. Берёзки и попадается тополь. Я вчера обнаружила эту лесополосу и по ней немножко походило. Обнаружила то, что вешенки в основном все порваны. И плюс у меня сел телефон. Сегодня я возвратилась с неё. И вот моя первая находка, которую я хочу вам показать. Это на тополе вешенки. Я вам говорю о том, что мороз у нас. Вот, видите, всё стучит, всё звенит. И даже вот так только ломается. Но вешенка не такая уж и плохая. Особенно вот эти экземпляры. Это уже более молодые. Вот они. И там вот, прям из-под коры. Вот прям не знала я эту лесополосу. Раньше я бы, конечно, здесь, когда у нас оттаивало, было тепло, я бы, конечно, сюда приехала. Всё, что здесь есть, всё, что можно взять, я бы всё собрала. Вот, посмотрите, тополь. И на нём вокруг вешенка. Я не знаю, что я тут могу отковырять. Ну, попытаюсь. Вчера у меня с собой ничего не было. Нож я не брала. Вот. А сегодня... Сегодня я немножко вооружилась ножом. И попытаюсь что-то отковырять. Может быть, что получится. Ну, красота. Даже полюбоваться, красиво посмотреть. Посмотреть на такую красоту, походить для души это взглядение. Вот такая прелесть. Вот такие деревья. Старые, поваренные. Столько, много. И вот тополя прям вот завален тополь. Вот стоит тоже прислонён просто тополь. То есть падал, но другой тополь опёрся. Вот тоже лежит. А грибов, друзья мои, нет. То есть у нас местность небогатая на эти осенние и зимние грибы. Ещё плюс то, что дождей не было всё лето. Почти три месяца. Единственное, вот порадовала меня одна только малышка. Мне кажется, она не настолько стара, потому что ни краешки ещё такие не лохматятся. Ну, сколько смогу, столько отломлём. На сломанном дереве. А вот шикарное место для роста грибов бы. Вот стоит половина тополя. Вот лежит. И вот здесь завален просто гигантский, шикарный тополь. И место внизу берёза вонху. И тополь вот рядом заваленный. Уже не первый год видно. Шикарное место для роста вешенок, для роста опят. Фламулина, что там осеннее. И ни одного гриба вообще нет. Чем объяснить, не знаю. Очень печально. Друзья мои, вот что мне ещё попалось. Просто всё набросали. Я так понимаю, это вешенка. Видно, она, наверное, была старая. Вон там сварить мелкие. Сейчас я пособеру. Как я ножик не взяла? Хотя здесь надо нож брать, а топорик. Вот вешенка. Хотя она была и не настолько старая. Смотрите. Ну, конечно, она уже полежала тут. У нас то. Вот смотрите, молоденький. Не знаю, почему они бросили её. Вон набросали. Видно, совсем молодую искали. Хотя совсем молодую, даже если искали. Вот под берёзой они бросили. Также молоденькую. Я сейчас вот эти все соберу, молоденькие. Смотрите. И вот они срезали. Друзья мои, снова мне встретились грибы вот такие на тополе. Если знаете, подскажите, пожалуйста. Вот. Я таких никогда не собирала и знать не знаю. Поэтому, кто знает, пожалуйста, напишите. Съедобно, несъедобно и желательно название. Какой-нибудь опёнок. Вот такие опята на них растут. Конечно, этот опёнок уже старый. Он даже высох. И свободно вращается вот здесь в мороз. И другой тоже. Думаю, что сейчас запах я почувствую. Хотя есть. Запах не противный никакой. Здесь вот видно, что он был чешуйчатый. Вот они, как бы, вот чешуйки. Значит, это чешуйчатка. Только её разновидностей, по-моему, много. Вот. Какая-то на тополях. Не знаю. Никогда не собирала. Ехала, встретилась мне вот такое дерево. Здесь, конечно, вешенки все внизу уже порезаны были. Вот с этой стороны. Видно, были маленькие. Или только лезли. Вот. То есть не выросли. Я думаю, что их даже полывать сейчас нельзя. Хотя вот. Ой. Вот так, если только. Тоже вот такая красота. И с этой стороны, там, где уже сорвали осенью, тоже вот такая красота осталась. Почему они эти молодые не взяли? Или они совсем, наверное, были пипочками. То есть после уже выросли. И вот здесь ещё пытались. Смотрите. Вот. И здесь вот ещё пытались тоже лезть. Вешенки. Прям малюсенькие, такие грибочками смотрятся. Смотрите. Мои ногти больше, чем они. Прям грибочками смотрятся. Но я не думаю, что они и вот тоже грибочками. Достала я. Не вижу. Извините. Не видно. Темно. Не видно. Вот. И вот тоже грибочками смотрятся. Вот встретилась тоже одна красавица. Я уже в других посадках не взяла с собой ни нож, ни пакет, ничего. Потому что что-то много столько прошла, а ничего не было. Уже собралась возвращаться. И вот она попалась. Не знаю, смогу я её отколоть или нет, или бог с ней останется. Вот такая красивая красавица. На этом дереве уже срезано вот здесь с краю, сбоку. Столько я опять прошла тополей, столько я прошла пенёчков, и ничего нет. Ну вот на этом мой поход за вешенками на сегодня закончился. Вот такой урожай у меня сегодня. Вот такой урожай. Вешенки неплохие, я бы сказала. И светленькие, и молодые здесь. Единственный минус то, что я их отламывала. Вот поэтому, значит, у меня сегодня день удачный. Здесь примерно где-то пол ведра будет. Вчерашний свой, так сказать, улов я вам покажу тоже после этого. Вот вчера у меня были совсем маленькие, молоденькие. То есть что смогла я отломить. Так что ходите за грибочками к Новому году. Вешенка при размораживании абсолютно не изменяется. Свою структуру абсолютно не меняет. И я вчера ехала в машине. Запах такой, что вот настолько грибной запах, значит, насыщенный, что хотелось открыть окно. Вот настолько он ощущается, этот запах, то ли проявляется он после мороза так, то ли в такой, в чистый морозный воздух он так ощущается. Просто ехал настолько насыщенный грибной запах, что хотелось открыть окно просто. Помыл я все свои грибочки. Не планировала сегодня собирать. Не планировала, потому что мороз. Думала, что все мерзло, вообще ничего не возьму, не смогу. Вот такие все получились молоденькие, насобирала. Но старых там особо не было. А молоденькие видно то, что позже пошло расти и не выросло. Конечно, я их просто поломала где. Вот если бы не было мороза, то было бы больше. Потому что приходилось просто вот так отламывать, отбивать. Вот. Но здесь вот у меня кастрюлька на 4,5 литра. Но вот половина кастрюльки у меня есть ее. То есть, друзья, ходите. И в декабре за вешенками. И хочу сказать еще, что им после мороза... У нас морозы были 15 ночью, вот несколько дней. То есть, им абсолютно ничего. Посмотрите. Вот обычный плотный гриб. Вот. Обычный плотный гриб. Вот он. Вот любой. Возьмем обычный плотный гриб. Ничего им вообще не случилось после мороза. Вот. Ни мягкие, ни какие они. Вот. Обычные грибочки. Вообще шикарно. Но у нас снег предполагается там через несколько дней. Поэтому тоже особенно не походишь. То есть, снегом занесет и не проедешь. И уже вешенки не найдешь. Вот так. Исходило из сегодня очень много. Находило очень много тысяч шагов. Около, наверное, 8-9 тысяч. Но это стоит того. Даже не в плане того, что я грибы набрала. В плане того, что ходить очень полезно. Прогулка по свежему воздуху вдвойне полезна. И сейчас в это непростое время, в период пандемии, укреплять свой организм обязательно нужно. Поэтому ходите, будьте здоровы. И всего вам самого доброго.